Приветствую вас, и вопрос, который вы задаете, он достаточно необычный, потому что, знаете, когда я читал первые слова ваши, я подумал, что, может быть, ваш Старфуга преследует какие-то користные взгляды, вот. Но потом, прочитав, собственно говоря, ваше письмо в целом, я понял, что ошибся, я понял, что был не брат, и получается так, что ваша подруга требует вашего мужа для времяпровождения. Да, для совместного времяпровождения. Хорошо. Это, безусловно, имеет право на существование, вот при каком условии. Значит, смотрите. Во-первых, вы сказали, подруга с мужем. То есть, инициатором изначально выступает подруга, да, а муж как бы ее поддерживает. Значит, по всей вероятности, скорее всего, у ваших подруги есть достаточно серьезные основания нуждаться, как бы нуждаться, да, вашим мужем для того, чтобы обеспечить что-то, в чем они, я имею в виду, они, это подруга и муж, испытывают неудовлетворенность. Конечно, можно только догадываться, в чем эта неудовлетворенность, но лично я думаю, что раз ваша подруга требует вашего мужа, значит, он должен, по ее мнению, да, составить определенную компанию ее супругу, супругу вашей подруги, да, для чего-то, то есть, что это может быть, можно только гадать, потому что, может быть, это какое-то времяпровождение, может быть, это алкоголь, если, например, ее муж, муж вашей подруги любит выпивать, что подруга не хочет, чтобы он пил где-то с кем-то в незнакомых, допустим, местах, да, и предлагает ему, например, употреблять алкоголь вместе с тем человеком, которого он знает, допустим, может быть, это попытка занять чем-нибудь своего мужа, чтобы у него не было времени, например, на, там, допустим, ну, на какие-то свои времяпровождения, то есть, подруга требует вашего мужа очень активно, потому, что ее собственному мужу требуется мужская компания, и она хочет кого-то из тех, кто ей знаком. Конечно, такое настойчивое требование не может исходить из соображений счастливой жизни, то есть, счастливые люди, они, как правило, самодостаточные, они не нуждаются в кому-либо. Скорее всего, у вашей подруги с мужем, со своим мужем имеются определенные проблемы. Эти проблемы серьезные, потому что, иначе бы она к вам не обращалась, или давно бы уже обиделась на вас, и так далее. Я думаю, что вам нужно пригласить свою подругу в кафе, или куда-нибудь еще, где вы могли бы один на один поговорить и обсудить, а что же, собственно, у нее происходит. Именно у вашей подруги что-то происходит, то, что вы видите, это вершина Айтберга и ее проблем. Основные проблемы пока это скрыты под водой. Если вы хотите помочь своей подруге, если вы желаете понять ее цель, то вот пригласите ее поговорить и попробуйте выяснить, чего она хочет. Я полагаю, что не нужно дополнять, что ваш муж взрослый человек, серьезный человек, судя по всему. И я думаю, что даже если бы у него было время, время на то, чтобы, ну, иметь досуг, то он с радостью бы этот досуг провел бы с вами. И это было бы правильно. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.